МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер одиннадцатый за тринадцатый год от издателя, кратенько от издателя. Значит, этот номер, видите, осень, пора проверки на прочность нашего организма, сыростью, холодом, ветром. О том, как лучше подготовить свой организм к этой поре, посвящается этот номер развития. То есть он как раз посвящен вот сезону года, который надо пережить. И сначала, конечно, лунные сутки, а потом пошло поехать. Как преодолеть упадок сил в осеннее время? Вот интересные тут рассуждения идут. Потом, смотрите, вот такие рекомендации, как редька для восстановления сил. Осень, время грибов. А редька это все-таки растение, которое содержит много жгучих веществ, таких эфирно-эфиросодержащих. Значит, вот мы ее натираем на крупной терочке и используем. То есть мы добавляем теплотворных способностей в свой организм. Далее используем грибы, кушаем. Различные вот, смотрите, идут не просто грибы съедобные, а настойка мухомору, порошок из лисичек, значит, настойки веселки, квашеная капуста с медом осенью. Важно не лечиться осенью, а укреплять свой организм. Успокаивающий сбор, зарядка для яйца, упражнение повязка, правильное дыхание. Решаем проблемы со сном. Упражнение капуста от бессонницы, мак с медом. Чем опасен обычный насморк? Я уже неоднократно говорил о том, что насморк начался, а лечить его не могут. У меня вот два случая, которые я вычитал. Это самый последний. Девочка где-то в 10 лет заболела насморком, простудой. Ее так как-то полечили, что осложнение дало на сердце. Это все лечение и болезнь. Значит, сердце не смогли укрепить. А вернее, никто за это не брался. Да болеет! Пришла сюда. А, болеешь! Ну вот, тебя выписали, иди туда. Вот. Короче, вырезали сердце, вставили сердце другого человека, мужское. Ну и вот. Вот так вот простуда лечится. И другой вариант. Женщина отправила своего младшего сынишку в армию. Заболела простудой ангиной, чем там он заболел. Лечили, лечили. Что все это дало осложнение на почки. Тоже почки так-сяк. Почки отказались вообще работать. Значит, надо операции делать. Пересадка почек. А там весь организм стал как бумага во время пересадки почек от брата. Значит, возникло такое кровотечение, что почка пропала брата. И брат остался без почки. Этот больной остался без почки. И вот так вот все это и пошло. Укрепляем иммунитет к зиме. Какой чай полезнее. Настой защиты от простуды. Английский рецепт от простуды. Тройный напиток для иммунитета. Очень много различных рекомендаций. О лечении холодом. Если болят суставы, что надо делать. Какие капли в нос закапывать. лимонное очищение организма. Прочь ангигина. Горецкий орех от ангигины. Ну, масса, масса статей. По крайней мере, знаете, вот эту вот газету я выпустил. Это своеобразная рода такая, как библиотека по ведению ведению я бы даже так сказал семейной жизни, чтобы семья, начиная от грудных детей до уже стариков, не болела. Что, что и как делать. И не только о болезнях. Тут видите, о другом. о развитии духовном, о самореализации и много-много-много. Потому что различных вариантов очищения организма. И все они имеют свое все они имеют свое как бы применение. Ну, опять-таки важно понимать, что, что и как. Вот видите, копченые продукты приводят к патологии органов дыхания. И многое другое. Вот тут что-то у нас промет, наверное. Очищение легких. Вот. Есть очень интересное лечение пчелиным ульем. К нам на передачу приходили пасечники. И они неоднократно рассказывали, как это происходит. Почему происходит исцеление этим ульем. Оказывается, образуются такие как бы выпады таких особых веществ. От того же прополиса, от той же вощины, которые уничтожают грибки. То есть, в улей поддерживается такая стерильная атмосфера. И она не только в улей, она выходит из-за улей. Когда человек располагается рядом с ульями, допустим, там лег поспать или просто полежать, тем самым он начинает дышать вот этим стерильным воздухом. И если имеются какие-то заболевания в легких бронхи, то они через вдыхаемый воздух будут естественно лечиться. Яблочный уксус. Сохранение повышенной пищевой ценности при приготовлении первых блюд. Рекомендации вы видите для больных и здоровых. людей. Опять-таки у меня видите целая рубрика идет успокоительные травы для хорошего сна. Валериана, мята, перечна, дачный вереск. Простуда лечения народными средствами. То есть ну так как номер посвящен значит осенним заболеваниям, то естественно все что осенью у нас бывает я здесь постарался перечислить, рассказать, показать рецептуру, массажи и прочее, 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 прочее. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok